17-й урок Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Благослову Семену Дорогие друзья, вот на прошлом уроке я говорил о мотарстве Блаженной Феодоры, об этом лжеучении И скажу, что именно с этим лжеучением связана как раз вот эта вера, неправильная, ложная вера В то, что для покойника как бы очень важная является дата определенная 9 дней, 40 дней, полгода, годовщина, это все вот с этого откровения ложного, которое было у монаха Григория И с этой книги мотарства Блаженной Феодоры Потому что там описывается, что 9 дней, как считается, в честь 9 чинов ангелов, чтобы все ангелы помолились за эту душу Значит там 20 дней это среднее что-то, 40 дней это частный суд, как считается Время частного суда, значит личного суда человека перед Богом Но опять-таки, вот эта вера, оккультная вера, она неправильная И люди многие, сами этого не понимая, уважая эти даты, отмечая эти даты Для покойника как бы важные Не понимая, находятся тоже сами в оккультной проблеме Поэтому я не рекомендую никому участвовать в таких мероприятиях Если я, допустим, после похорон, допустим, с кем-то общаюсь То я стараюсь говорить о такие темы, как, допустим, рай, ад О том, что человеку нужно сделать выбор живому человеку Покаяться, примириться с Богом Но не умершему Умершему мы не можем сделать хуже или лучше Абсолютно И, к сожалению, вот это лжеучение, оно очень сильно популярно И, честно говоря, как быть здесь, даже порой не знаешь сам Я сам не знаю порой Потому что Настолько все этим пропитано, что Конечно, не с этого надо начинать проповедовать Конечно же, главное, чтобы человек принял Христа, во-первых Иисуса как Спасителя Потом еще, чтобы он начинал Библию читать Вот больше и больше И уже по мере возрастания уже в Боге Он освобождается от этих вещей Нужны какие-то линкаутеры, такие православные, видимо Которые бы вот такие темы цепляли бы И которые освобождали бы Помогали бы освобождаться людям таким Есть идеи такой духовной обители В Киеве, по крайней мере, наши священники некоторые Они вот, ну, очень часто за это думают хорошо Один из наших священников в Киеве Отец Дмитрий Он сейчас ведет Как духовную обитель Но это наркоман, алкоголики, бомжи Он с разными людьми этим занимается И, значит, сняли дом И там ведется вот это служение И адаптация также Но, по идее Идея, самое главное, духовной обители Это именно вот как раз Восстановление Освобождение Религиозно-оккультно-зависимых Христиан И у нас в церкви, по крайней мере, с этим Постоянно приходится сталкиваться Потому что люди приходят Как раз именно очень часто Православные, традиционные Которые Которым нужна эта помощь Особенно монашествующим Особенно тем, кто жил в монастырях Пока у нас в церкви только одна Сестра Которая Из монастыря Которая прошла Реальное освобождение И она осталась в церкви Приходило много Но, к сожалению, никто из них не остался Либо каялись Потом отходили Возвращались в православие традиционное Либо просто пропадали Мы их больше не видели И очень сложно таким людям удержаться Очень сложно Вот по примеру Нашей сестры Люды Я знаю, что Пока человек сам не созреет Чтобы отречься От этих вещей Приходится очень много сражаться И мы молились за ее освобождение Песы там проявлялись очень серьезно И вроде бы освобождалась она Вроде бы Но потом какое-то время проходило Я уже стал замечать И люди стали замечать Она ходит-ходит нормально Такая радостная Такая возбужденная Такая вот Богу проставляет А потом вдруг Опять поникшая какая-то И говорит, что так и так А как же все-таки Матушка Богородица Как же вот святые Все-таки Ну не являюсь ли я предательницей Как бы все-таки Она всю жизнь молилась им Вот И буквально через несколько дней Опять с ней та же самая история Опять бесы Опять она там визжит Опять Ужас Особенно если новые люди приходят Они пугаются Таких вещей Значит И мы молились за освобождение ее И так несколько раз было В ее жизни И потом Когда она сама уже созрела И уже сама уже решилась Уже все А у нее Первый припадок У нее было очень Кстати у нее У Люды Нашей сестрички Очень-очень сильное свидетельство Очень классное свидетельство Я очень люблю Слушать этот рассказ Сам Она несколько раз уже в церкви Рассказывала все это И вообще Она Получила одержимость И попала в психушку Прямо с монастыря ее увезли в психушку Потому что с ней был припадок И она не приходила в себя Невменяемая стала Именно тогда Когда в пещере Киево-Печерской Ей на голову возлагали Череп неизвестного святого И помазали с черепомаслом Она потеряла сознание А что у нас уже На кровати в больнице Павлова В психушке Значит Вот как бы То есть какие-то дни Она вообще не помнит абсолютно Как бы выбила у нее из памяти И врач там был тоже в тупике Потому что Психиатр Что тут С такими вот диагнозами Это только если в расцвет Кто-то был Допустим Ну такой больной А у нее в расцвет Не было такой Это нетипичный случай И в таких случаях Ну как бабки советуем Какой-то идти Потому что Ну это Это Не их профиль даже Да Не медиков И он как врач Понимает это Она полечилась там Вернулась в монастырь Потом снова с ней припадок И потом они учащались Эти припадки И каждый раз С ее отправили в больницу Значит Прямо с монастыря Привозили А в конце концов Монастырь от нее отказался Она никому не нужна уже Вот И Слава Богу Что Господь Нашел ее Ее родня уже Вот Родственники Нашлись Которые Значит Пожалели ее Которые Не стали бросать ее Там Оставлять ее В этом В этом заведении Да В этой больнице Вот И за нее молились Мы очень серьезно Конечно Но Вот Сегодня Она здорова Она здорова Она Потом Там В больнице Павлова Психушки Забрала Документы Она сняла инвалидность С нее сняли инвалидность Значит И Справка Что она совершенно здоровая И Врач Этот Профессор Он говорит Вот Сок Он практикует Как врач Да В первый раз В моей практике Что человек С такими диагнозами Полностью здоров Ее наблюдали Не сразу Так ей дали Конечно Все это Она прошла Много комиссий В саде Вот И Много проверок И Ее ложили снова Проверяли Значит Наблюдали там На месте И потом Через год Еще ложили И только через По-моему Пять лет По-моему Дали Не помню То есть После нескольких лет Проверок Там И Насчет наблюдений Только ей дали Такую справку И сняли с нее инвалидность И Что она здоровая Она пошла Работать На работу Значит Она повар Очень хороший Кстати Очень классный повар Она считала Работать в ресторане Значит И Ей хорошо платили Потом она уволилась Начала свое дело Вот Для человека Который был Психически больным Начать свое дело Нанимать рабочих Это Это верх Просто Понимаете Это Уже это Говорило Что она здоровый Человек Вот Даже Само это И Слава Богу Знаете Господь Просто Ну Милости Просто Слава Иисусу И Дальше Вы теперь Имейте представление Какое христианство Пришло на Русь Киевскую Крещение Руси Когда оно состоялось Кто помнит 944 988 год Это год Крещения Руси Киевская Русь Приняла христианство В 988 году В конце Десятого столетия И То есть За 48 лет До крещения Руси Уже Вот эта Религиозная система Отступническая Она уже Ну Уже Состоялась Утряслась Уже Как бы Да Вот это Откровение Ложное Амутарста Феодора Уже было За 48 лет До Крещения Руси По крайней мере Крещение Руси Началось В 988 году Крещение Князя Его дружины Его народа Киевлян По крайней мере Началось им тогда И Николай Лисков Николай Лисков Русский писатель Написал о крещении Руси Так что Русь была крещена Но не просвещена А о самом крестителе Владимире Он сказал так Что Он принял христианство Говорит Но не принял Христа И вот к сожалению Вот это Христианство Без Христа Оно Очень К сожалению Большая проблема Большая боль Руси На Русь Пришло христианство С Византии Византийские священнослужители Были здесь Потом были местные уже При Ярославе Мудром Уже свои Славяне И Даже митрополит Был свой Уже из славян Не греческий Митрополит И система Строилась Религиозная Очень жесткая Система Очень жесткая Вот Сегодня допустим Часто критикуют Допустим Протестантов В России За десятины Первое что сделали Византийцы Сразу после крещения Собрали все десятины Со всех дворов От скота От урожая От денег И от всего Достояния Собрали все десятины Вот И потом А потом Этот храм Остроили на эти деньги И этот храм Содержался Исключительно На десятины На десятую часть Дохода Великого князя Киевского То есть По уставу Этого храма Он содержался Исключительно На десятины Князя И на Руси Потом В Российской империи Уже в дальнейшем Десятина была Такая добровольно Принудительная Принудительная Даже Потому что Если допустим Ты не давал Десятину Или утаивал Часть от десятины И это выяснялось Потом То это было Уголовно наказуемо По крайней мере До самого 1917 года До прихода Вот этого Первого демократического Правительства Во главе с Керенским Временного правительства По уголовному кодексу Тогдашнему Российской империи Было уголовное Преследование То есть Штрафы И тюремное заключение За утаивание Десятины При доходах И Это было Статьей Уголовного кодекса И В своде законов Российской империи Десятина называлась Святыней Господней И она была Внеоблагаемой налогами Никакими Допустим Если ты работал На фабрике Заводе До революции Есть статистика Вот конца 19-го Начало 20-го Ставетия Когда индустриально Очень много было развития И строились Фабрики Заводы И рабочий класс Стал расти Количественно Очень серьезно Не только в Питере Но и в других городах И вот В этот момент Допустим Если ты Работал на фабрике На заводе Был рабочим То Десятая часть Всей твоей зарплаты Она автоматически Даже минуя Твои руки Она шла Сразу В церковную кассу В фабричную Церковную кассу И дальше В Синод И значит С остальных 90% Твоей зарплаты Брались Налоги Государственные То есть С 10% Не брались Налоги Государственные Она была Названа Святой Негосподней И шла сразу В церковь С 90% Брались налоги Штрафы Вычеты И Потом И часть Определенно Ты получал Чистыми На руки Да Свои И Керенский Александр Керенский Кстати Он был реформатором Мало кто Об этом сейчас Помнит К сожалению Он был реформатором Большим И Один из его принципов Это независимость Церкви От государства И Эта идея Конечно Она очень сильно Напугала Львова Тогдашнего князя И Вообще Членов Синода Очень сильно Напугала Эта идея Но Керенский Настоял на том Что Тысячелетняя Опека Государства На церковь Должна закончиться В ближайшие Месяцы И Уже В март Апрель 17 Года Были законы Приняты Временным правительством Которые Церковь Выводили За рамки Опеки Государства Было заявлено Что церковь Является Церковью Государства Государством Конец Цесарепапизма В газетах Писали такие лозунги Такие Высказывания Журналистов Что Цесарепапизм Рухнул В России Что Церковь Обрела Независимость Церковь Обрела Самостоятельность В финансах В администрации В вероучении То есть Церковь Обрела Действительно Нереальную Независимость Члены Сенода Были потеряны Раньше До революции Сенод и Сенат Здание Сенода и Сената В Петербурге Крытым переходом Соединенные Были по сути Два крыла Одной власти И Члены Сенода Как и члены Сената Сенаторы Получали Те же самые Привилегии И Были Как бы На равных По рангам По табелю о рангах Петровскому Допустим И Это воспринималось Как бы Само собой Разумеющимся Чем-то И Были в растерянности Так вот И уже Был короткий опыт Демократического строительства Но очень короткий Конечно На протяжении Сенатского года С февраля По октябрь Когда Был переворот Большевистский В это Короткое время Несколько месяцев Всего Меньше года Эксперимента Такого Демократического Было Очень много Достигнуто В принципе Очень много Но потом Эти достижения К сожалению Были перечеркнуты Переворотом И Красным террором И войной И прочими К сожалению Только при НЭПе Во время НЭПа Новоэкономической политики Советского государства Уже после Гражданской войны Многие достижения Вот тогдашнего Опыта Да Демократического Были переняты То же самое Свобода слова Свобода печати Собраний И прочее И как раз Время НЭПа В 20-е годы Стали Очень За все время Советского Союза Существования Были самыми Демократичными И самыми Свободными Были И не считая Уже Последних лет Конечно Горбачевских Хотя тоже Не было Такой Свобода еще То есть В 20-е годы Был рост И евангельских Церквей Пробуждение Большое Было По Волжье Здесь В других регионах России И Украины Были пробуждения Десятки тысяч людей Каялись Обращались Принимали крещение Это была Свобода Везде Можно было проповедовать Где угодно Собираться Молиться Арендовать Любое Помещение То есть Была полная Свобода Это было Время НЭПа И это Был очень Удивительный Опыт Но Начало Началом Все имело Именно Как раз В 17-м Году Правительство Керенского И вот Керенский Объявил Что Вопрос Десятины Будет Свобода Раньше За всю Историю Начиная С 988 Года В Десятинах Не было Свободы В православии В российском Была Принудиловка И только В 1917-м Году Россия Получила Свободу В Десятинах И Но Но В Петербурге В Петрограде Ногдашнем Порядка Лишь 3-х Процентов Населения Стало Давать Десятину То есть Остальные 97 Процентов Да Получается Отказались Давать Десятину Вот Вот такая Раскладка Значит И притом 3% Это в основном Дворянство Купечество Офицерский состав В армии Еще меньше Было Процентов Среди Армейских Чинов Меньше Даже Одного Процента В армии Еще была Худшая Ситуация В армии В армии В армии Не только Младший состав Но и Младший Офицерский состав Отказался Давать Десятину Только Лишь Старшие Офицеры Генералы Адмиралы Давали Десятину Со своих Доходов По крайней мере Об этом Пишут Продат Пресс-фитер Военно-морского Флота И Армии Российской Тогдашней То есть Это Очень Нагад Например В армии Еще Один процент Населения Состава Армейских Чинов То есть О чем Это говорит О том Что Десятина Была Принудиловкой Обязаловкой И Грех Сделали Священники Десятина Брали Кормились От них И строили Храмы И Много Хорошего Делалось Но Не было Просвящения Духовного И Священники Грех Брали На себя Не Объясняя Людям Что Это Такое Зачем Оно Нужно Для Чего Оно Нужно Понимаете Я считаю Это Большой Грех Сегодня Конечно В Москве Есть Священнослужители Возле Патриарха Кирилла Они предлагают Десятину Вернуть Для Всей России В Госдуме Заикались Об этом Что Для Всех Российских Подданных Граждан России Православное Верноисповедание Но Там От От ЛДПР Тут же Вопрос Подняли Что В таком Случше Придется Население России По Денавиационному Признаку Делить Получается Потому что Тогда Мусульмане Потребуют Садаку Собирать С мусульманского Населения Обязательно Иудеи Иудейскую Общину Подтянут Получается Много Вопросов Но До революции Было Очень просто Все Все Крещенные В православии Они Все Были Обязаны Давать Десятину Ты не мог Не давать Десятину Даже Например Ты вырос И ты захотел Быть католиком Или протестантом Или мусульманин Кем угодно Ты обязан Давать Десятину Ты был Крещен Православия Ты православный Был по гроб Все А сейчас Не докажешь И Что Скажу Что Это все Показывает Что Десятина Была Принудиловкой И Обязаловкой А Сталин Иосиф В 30 Ну Во время Второй мировой Уже Он Полностью Запретил Десятину Вообще В церкви Собирать Вот Подтверждаю Все Шутка Это уже Другая тема Суеверие И Значит Что интересно Вот Сталин Запретил Давать Десятину В церкви Вообще Собирать Десятину Да Полностью Запретил Хотя Он был Религиозно Грамотным Заканчивал Семинарию До того Училище И школу Церковную И как бы Был религиозно Грамотным Человеком И сам Собирался Быть священником В принципе Без пяти минут Был бы Батюшка Был бы Отец Иосиф Где-то На приходе Где-то В Рустапе Кадилам Да Ну вот К сожалению Такой Изверг Родился В семинарской Среде Вообще Религия Христианство Как религия Христианство Не Христа Имеющим В центре Внимание Рождает Монстров Таких уродов Как Гитлер Сталин И прочие Изверги Потому что Гитлер был Рожден Как и Сталин В христианской Среде В христианской Церкви Католической Только лишь Тоже как Будущий Священник Католической Церкви И это Ужасно Конечно Ну ладно И Господа Скажу Что Ну С этим Уже Достаточно Сказано Что Сегодня Сегодня Время Реформации Сегодня Для Православия Для Вообще Мирового Христианства Пришло Время Большой Реформации Большой Реформы И О Православии Я расскажу Еще Очень Интересный Такой Эпизод Вам Это Пригодится Сто Процентов Потому что Мы Проповедуем Православным Христианам Многим Встречаемся Со священниками Традиционными Общаемся И Мало Кто знает Что На Руси Тоже Вообще В православии Тоже Были Свои Реформаторы Православии И Большой Реформации Не было Еще В истории Православия Но Были Попытки Обновлений Были Попытки Реформации И Наверное Самое Удивительное Было В 17 Столетии Но Правда Не в России Это Да 17 Век 1638 Год Казнили Да Это Год Казни Одного Православного Реформатора Патриарха Казнили Кирилла Лукариса Патриарх Кирилл Лукарис Православный Реформатор Это Православный Лютер Который На самом деле Поднял С нами Реформации Очень высоко На востоке Патриарха Константинопольского Он Был Патриархом В Стамбуле В Константинополе Но Константинополь В то время Был уже Под властью Султана Турецкого И Это Уже Назывался Город Стамбул Да В 1572 Он родился Вот я Сейчас Вот такой Есть слайд Здесь Кирилл Лукарис Патриарх Кирилл Лукарис Православный Патриарх Который Стал Гравюра Стал Реформатором Православным Он Издал В 1932 Году За 6 лет До смерти Своей Лукарис Грек Он Издал Книгу Которая Называется Восточное Исповедание Христианской Веры Вот В своей книге 1932 Года Издания Он По сути Выступил За очень Большую реформацию В православии Отказаться От культа Святых Он Утверждал В этой книге Что Лишь Один Иисус Христос Является Первосвященником И он Один Лишь Выполняет Эту функцию Ходатая Посредника Между Богом И людьми Это Это был Такой вызов Системе Знаете ли На западе Когда Лютер Когда Кальвин Цвингли Минот Симмонс В Голландии Валтаса Фугмайер Другие Предлагали Реформацию С разных Сторон Но это Были В основном Вызовы Таких Священников Известных Или малоизвестных Священников Но Это не были Епископы Церкви Это не были Кардиналы Тем более И это не Папа Римский Понятно А здесь На Востоке В Православии Сам Патриарх Поднял Знамя Реформации И поэтому Это был Очень большой Скандал Как минимум Большой шум Вы скажете Неужели Его поддержали Священники Православные Очень немногие Поддержали К сожалению Патриарха Священники Очень немногие Другие Были напуганы Самой Радикальной Реформации А Султан Вообще Расценил Это как Бунт Как Именно Попытку Переворота Определенного Церковного Такого И приказал Просто-напросто Этого сменного Реформатора Казнить Но здесь Было не без Наветов Этих Язуитов Которые Там всем заведовали При дворце Султана А почему Потому что Папа Римский Очень сильно Был напуган Этой реформации Потому что Через сто лет После Лютера Если по всему Востоку Загремела бы Реформация Для Папы Римского Это был Полный капут Дело в том Что Папизм Тогдашний Он Выстоял Очень На штыках Только лишь Будем так говорить Или На копьях То есть В войне Когда началась Реформация Думаю Знаете Вы Когда Лютер Кальмен Другие Реформаторы Подняли Реформацию То это Была Война Папа Римский Просто так Не хотел Отдавать Европу И В те регионы В те страны Где началась Реформация Папа Римский Послал Большие Армии Некоторые Регионы Уничтожались Полностью Другие Регионы Могли Оказать Сопротивление 30-летняя Война Люди Брали Замечи Серпы Брали Дубины Все что могли Брать Отстаивали Право Элементарное Право Отстаивали Верить Так как Они хотят Верить Быть Вне Религиозной Системы То есть Выйти из Церкви Было Невозможно Только Ногами Вперед Но люди Предпочитали Умирать В Голландии Допустим Когда Почти Все население Голландии Из севера Германии Отказалось От папизма Отказались От католицизма То Папа Проклил Всю Голландию И послал Туда Испанскую Армию Целую армию Для уничтожения Мирного населения В Голландии Не было Своей армии По сути Население Оказывало Сопротивление Подпольное Такое Партизанское Движение В Голландии Было Но По сути Не было Своих Отрядов Не было Своей армии Голландия Была истреблена Фактически В Амстердаме В других городах Просто-напросто Население Почти полностью Было вырезано Есть гравюры Рассказывающие Об этой бойне Сотни девушек Одевались В подвенечные платья Которые они готовили На свадьбы Свои Грядущие И С пением псалмов Сходили В эти рвы Где их Живьем Закапывали Испанские солдаты И эти солдаты Испанские Потом Католические Потом писали В воспоминаниях Своих Что Потом еще День-два Бывало Из-под земли Доносились Пение псалмов Гимнов Христу И там Ебали Эти девушки Убивали Сжигали То есть Бойне было Невероятное Вообще В Голландии И Также на севере Германии Но все-таки С большой кровью Но К этому времени К началу 17-го столетия За 100 лет борьбы Многие регионы Многие страны Особенно Скандинавия Отстояли право Верить Так как они понимают Отстояли право Читать Библию Зато и была казнь Смертная В то время В Европе А стояли право Молиться своими словами Это в христианстве Представьте себе Поэтому Папа Римский Был просто в бешенстве Когда узнал Что на Востоке Затевается Грандиозная реформация Сам Патриарх Объявил Начало Больших перемен Что еще Возмутило Папу Римского Что Кирилл Лукавис Я уже сказал Что он предлагал Отказаться От культа святых По сути Объявив Что один Иисус Христос Является Посредником Хадатаям Один достаточен Патриарх Кирилл писал Для хадатайства Посредничества Между Богом И людьми Патриарх Кирилл Отказался По сути И от иконопочитания Заявив Что икона Как живопись Допустимы Но не как предмет Для поклонения Что к сожалению Практикуется В православной церкви Отказаться От мытарств От учения О мытарствах Чистилище Выдумки написано Чистилище Статья 18 Потом Оправдание По вере в Иисуса Христа Вернуть в церковь Потом Что церковь Может заблуждаться Так И еще Это важнейшие тезисы За изучение Библии Всеми христианами А также За Заучивание Текстов из Библии Христианами Потом По поводу икон Он написал Что Поклоняться Ненопустимо А Живопись Допустимо В церкви Так И Да Это все Наверное Вот эти вещи Такие простые вещи Которые Сейчас мы понимаем Нормально Вот Я как понимаю Как реформатор Это очень даже здорово Но Прошлость Бессилии Папу Римского И Значит Папа Римский Дал Иезуитам Приказ Физически Устранить Кирилла Лукариса Вначале Иезуиты Обвинили Перед Султаном Патриарх Обвинили В хуле на ислам Рассчитывали Что Значит Будет Казнен он За как бы Хулу на ислам И на пророка Магобеда Якобы А почему Потому что Кирилл Лукарис Он купил станок Типографский В Европе И Начал Печатать Библии Новые заветы На Современном Ему греческом языке Редактированном И Буклеты Всевозможные Такие книжечки Небольшие И Так же Вот эту свою книгу Восточное Воспользование Христианской Веры Султан Вначале Не разобравшись Дал приказ Такой И Печатать Уничтожили Все книги Поуничтожали Но потом Выяснилось Что это Было Ложное Обвинение На самом деле По поводу Ислама Вообще Не было Никаких Публикаций Из-под Стража Освободили Кирилла Лукариса Но Страсти Накалялись И потом Перед Султаном Опять Иезуиты Обвинили Кирилла Уже В политической Неблагонадежности И В заговорах И прочее Потому что Он Сам Кирилл Вообще-то Он учился У Галилея У Галилея Кирилл Образовывающим Человеком Со временем Он родился На Кипре Грек По национальности Был Патриархом Он Вначале Был священником В Африке В Александрии Потом Из Александрии Он Был Миссионером В Бресте В Западной Белоруссии Через Украину Через Западную Белоруссию Путешествовал Был там Миссионером Потом вернулся К себе В Африку Где его дядя Был родной Дядя был Патриархом Его избрали Следующим Патриархом Был африканским Лидером В Африке Он Перенес Как бы Кафедру То есть Свою резиденцию В Каир И в Каире Тогда Город Очень быстро Разрастался Тогда В те времена Каир И был Очень перспективным Большим городом Там Началась По сути его Деятельность Реформаторская Деятельность Там было много Протестантов В то время В Каире Значит Они Миссию Организовали В то время Там Большую Очень миссию Такую Ивангельскую Миссию Потому что Гага Голландия Протестантская Голландия Она имела Послов В разных Странах И Послом Гаги Могли быть Только пастыри Церкви Потому что У них была Такая стратегия Что если Он представитель Церкви Представитель Страны Он должен Быть представителем Церкви И вот эти Пастыри Голландские Немецкие Которые были Там Они Вели Такую деятельность Слава Богу И вот Патриарх Кирилл Африканский Он стал потом Патриархом Вселенским Был избран Патриархом Вселенским Он выступал Везде И в Африке И в Греции В Стамбуле Выступал За необходимость Реформации Православной Церкви Хорошо Друзья Вот такая Была Интересная Ситуация Но К сожалению Не состоялась Реформация На Востоке К сожалению Не получилось Большой реформы На Руси В Православии Ну а что было К тому времени На Руси Что было К тому времени В России Какие были Движения Такие Православные То есть внутри Православия Как бы Реформаторские Движения Во-первых Это были Богомилы Слышали Может что-то Такое Нет Богомилы Богомолы Кто такие Богомилы Кто такие Богомолы Богомилы Это Те Православные Которые Отказывались От поклонения Иконам От молитвам Святым Их называли Богомилы Говорят Что По преданию Болгарской Церкви Православной Это движение Начал Бывший Традиционный Священник Болгарский По имени Богомил Есть такое Имя На самом деле В Болгарии И этот Болгарский Священник Он Якобы Как раз Первым Совершил Это Он Отказался От Почитания Мощей Останки Какого-то Святого Которые Были В его Храме Он Предал Погребанию На кладбище И потом По горам Проповедовал В селах Болгарских В горах Убеждая Болгар Не молиться Кому-то Из святых А молиться Только лишь Иисусу Христу И его Называли Богомилы Богомолом Богомилом И его Последователи Назвали Богомилами Вот Есть такое Предание Потом В бывшей Югославии Тоже В принципе Такие же Предания Были Говорили О священнике Богомиле Который В их Землях Тоже Проповедовал Это Евангелие Но мы Точно Не знаем Сейчас Как Что Было Но Богомильство Было В Закарпатской Руси В Закарпатии Было Румынии Болгарии В Венгрии Вот в этих Странах Было Богомильство Это Было До Еще Расцвет Богомильства Вообще Был До Первого Христового Похода Это Конец 11 Столетия До Значит Когда был Христово Походу У нас Первый 1096 99 Годы Самый Конец 11 Столетия Вот До Этого Времени Богомильство Было Очень Большим Движением И На Руси Тоже Первые Проповедники Это Были Богомилы Об Этого Писали И Пишут Историки На Руси Их Казнили Киевской Руси Уже Христианские Власти Считали Богомил Еретиками И Подвергали Смертной Казни То есть Не жаловали У нас Тоже Богомил Но Богомильство Да Почему оно было Истреблено Во время Первого Крестового Похода Потому что Папа Римский Он хотел Как бы Двух зайцев Убить сразу Пойти Войной На Восток Но Истребив К тому же И еретиков Значит Были Еврейские Погромы В это Время Очень Сильные Потому что На Западе Папа Римский Как раз Ограбит Еврея Убьет Тому Ничего Не будет Наоборот Это как бы Битва была За правое дело Мол Они распяли Нашего Иисуса Христа Вот Туда Сюда И Они Виноваты Во всем Если в храни Нет воды Значит Они Все это Выпили Короче Народный Гнев Направил Папа Римский Вот в это Руслан Семитизм И пошло Поехало Потом Большая Война Началась Да Большая Огромная Война Первый Христовой Поход Считается Он был Самым Грандиозным Вообще Как считается Порядком Миллиона Человек Был задействован Во всем Это огромнейшее Количество Народа И Каждый Папа Римский Объявлял Так что Урбан Тогдашний Урбан Он объявлял Что Каждый Кто примет Участие В этом Походе Нашлет На себе Крест Причем Крестоносцы Он получит Индульгенцию Бесплатно Он получит Прощение Всех Грехов Своих Если Он убьет Кого-то Из неверных То он Получит Полное Прощение Всех Грехов Своих Кого-то Прощение Грехов Прилечало Кого-то Жажда Легкой Наживы По тюрьмам Была Полная Амнистия Все уголовники Нашили Себя Кресты И стали Святыми Крестоносцами И можно было Грабить Убивать За правое Дело И богатые Многие люди Были Фанатиками Этих крестовых Походов За правое Дело Некоторые Были Просто за деньги Крестоносцами Хотели Много Нажиться Некоторые Люди Были Рызерские Монашеские Ордена Многие Молодые Люди Крепкие Сильные Но Они Могли Мечтать Купить Хорошего Коня Хорошие Латы Доспехи Но это было Не по карману Это было Целое состояние Стоило Это огромнейшее Состояние Стоило Иметь Доспехи Млатые Коня Но Папа Римский И здесь Нашелся Этих молодых Людей Стали Бесплатно Снабжать Конями И доспехами При условии Что они будут Работать на церковь Теперь Они будут Монахами Рыцарями Монахами Принимая Обеты Принимая Послушания Папы Римского Знаменитые Рыцарские Ордена Были основаны В то время И многие Молодые люди Записывались Туда В эти рыцари В сверкающих Доспехах На конях Боевых И они Воевали Уже За правое Дело Это было Просто Настачим Дурдомом По большому счету Потому что Ничего такого Нет в Евангелии Библии Но всем Говорилось Это Завет Христа Крестоносцы Рисовали В летописях Иисуса Христа На конях Впереди Едет И у него Из уст Меч идет А сзади Целая армия Крестоносцев Едет То есть Они верили Что Они воюют За дело Иисуса Христа Воевать За его гроб Как бы Иисусу нужен Его гроб Срочно Понадобился Особолить Гроб Господень Зачем Ему нужен Гроб Иисус Воскрес И ему Не надо В гроб Ложиться Вообще Это Святыня Такая Святыня И она В руках Неверных Оно Нам надо Гроб Пусть забирают И гроб И трусы И плачаницу И крест Что угодно Забирают Нам это Не нужно По плоти Иисуса Нам больше Не надо знать Мы знаем Иисуса В духе Иисус Как Спаситель И понимаете Но к сожалению К тому времени Настолько промыты Мозги были Населения Европейского Что они готовы Были за эти Плачаницы За эти кресты За эти гвозди Убивать людей Просто-просто За гроб Иисуса Христа Порвут Там всю Азию И поехали Пошли Но по дороге Папа Римский Сказал Что еще Ну ребята Вы заедете еще Болгарию Там вылежьте Население Потому что там Смута Там раскол Там ересь Ну и как бы На самом деле Это очень много людей Было уничтожено В этой жуткой бойне Но Богомирство Сыграло свою роль Очень хорошую Посеяло Слово Божье Даже Говорят Как раз именно Кирилл Мефодий По крайней мере Их ученики По крайней мере Были Сто процентов Под влиянием Богомирства Потому что Это было время Когда Православные Вот В Греции В Болгарии Ну В всех регионах Они переживали Такое обновление Кстати Первый Первый Болгарский Архиепископ Блаженный Феофилакт Он писал Очень интересно Что в его церкви Ну в Болгарии Тогда Были люди Которые молились На иных языках И не понимали Самих себя Когда не молились Но он писал так Что этот дар Встречается Ныне крайне редко То есть В те времена Он сам не молился На языках В его церкви Он сам С Греции Вообще-то Он сам С Истамбула Этого не было Но в Болгарии Это было Представляете То есть Очень интересно Да Да Ну Не со Стамбула Тогда был Константинополь Еще Кстати Кирилл Кирилл Извиняюсь Блаженный Феофилакт Он был Библиотекарем Он был Человеком Начитанным Он был Воспитателем Царских детей В свое время Наследником Воспитателем То есть Очень известный Начитанный Священнослужитель Которому доверяли Даже воспитание Наследника Престола Представляете То есть Он был Очень начитанным Человеком И он Писал Толкование На апостола Павла Что Павел Именно Это Имеет Ввиду Я Когда Читал Все Это Еще Будучи Священником Традиционным Я Вопросы Задавал Такие Интересные Потому Что В Ленинграде И Москве В Семинарских Лекциях Я Слышал Что Этого Дара Нет Вообще Что Говорили Что Примерно Так Что Это Дар Лишь Иностранных Языков Легкого Заучивания Иностранных Языков Для Проповеди Евангелия Все Больше Ничего Ну а здесь Пониматель Болгарский Писал Феофилакт Блаженный Святой Православной Церковью Что Этот дар Встречается Но Крайне Редко И он Был Не против Этого Дара И он Писал На толкование Апостола Павла Что Павел Именно Это Имеет Ввиду Что Молились И не Понимали О чем Они Молятся Но Почему Феофилакт Писал Что Это Дар Встречается Крайне Редко Феофилакт Верил Как И Все Православные Религиозные Крестьяне Что Конец Света Не за Горами Что Он Уже Все Светопредставление Скоро Состоится Ну Не так Скоро Но Состоится И Поэтому Феофилакт Писал Что Знание Упразднится И языки Умолкнут То есть Знание Горами Уже Возвращение Иисуса Христа С тех Времен Прошло Сколько Уже Столетий Представляете Иисус Так И не вернулся Еще Знание Еще Наоборот Увеличивается Представляете И А почему И языки Должны Замолчать Ни в коем Разе Там же Написано Когда Сильный Совершенство Ну Да Они Верили Что Все Византия Достигла Своего Предела Все Уже Теперь Конец Кстати В православных книгах Это Очень подробно Описывается Интересно Для меня Это было Сенсацией Понимаете Потому что Все эти лекции В Ленинграде И Москве Они перечеркивались Тем самым Потому что Блажен Фефел Писал Что это было нормально Молились И не понимали О чем они молятся Я думаю А что же Мы-то на песятников Будем туда Они же молятся Может у них это есть Как раз Я задумался Слава Богу Хорошо Давайте мы отдохнем Потом продолжим